Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Наконец, 2018 года блокчейн и криптовалюты настолько плотно проникают в наш мир, что с моей стороны было бы некорректно и даже странно, что я не записал такое видео раньше, рассказав о том, что это такое и о проектах. Так как мы знаем, что за достаточно небольшое количество времени, за небольшой промежуток истории криптовалют, некоторые проекты, которых уже немало, по-настоящему неприлично обогатили тех людей, которые стояли у истоков, своих владельцев и люди, которые были в самом начале. К примеру, на этом сайте можно увидеть, сколько процентов можно было заработать на той или иной монете. Безусловно, большинство проектов не выстрелили и в ICO есть риски, но для этого и существует диверсификация при инвестировании. Не нужно ни в коем случае класть яйца, как говорится, в одну корзину. В рискованные проекты нужно лишь инвестировать небольшую часть своих средств. Кстати, я думаю, что большинство из вас, из нас, что-то слышали и неоднократно о крипто, о блокчейн, о ICO. И те люди, которые, возможно, подумывали инвестировать деньги в крипту, просто не знали, с какой стороны подойти. Это нормально. И, конечно же, на рынке пока не было такого инструмента, который позволял бы максимально обезопасить эти риски и делать это просто, даже без специальных навыков. Причем совершенно неважно, в какой проект вы инвестируете свои деньги или просто хотите помогать людям и переводите свои деньги в благотворительность. Потому что основная проблема, основная головная боль, это не кинут ли, конечно же, первое, и дойдут ли деньги полностью. То есть, самое главное, отсутствие прозрачности, как все это работает. Ну и понятно, в случае инвестирования, конечно, риски не разбежится ли команда, которая эти деньги собирала, когда все будет закончено, либо в середине проекта. Это основная головная боль у всех и инвесторов, и, я думаю, у многих людей, которые хотят помогать людям, заниматься благотворительностью. Причина, по которой я решил заснять это видео, заключается в том, что такое решение наконец появилось. Проект называется W12. Часть команды русскоязычная, именно этот проект решение головной боли миллионов инвесторов по всему миру. Если говорить совсем простым языком, это проект мост между реальной экономикой и блокчейном. Многие говорят о том, что будущее за блокчейном, но по факту мы не видим много компаний, которые напрямую смогли это сделать. Так вот W12 разработали смарт-контракты. Умные блокчейн контракты, которые позволяют любому из нас инвестировать деньги в любой стартап. Неважно, это ICO или благотворительная организация. При этом самое главное не терять свои деньги, если вдруг проект окажется мошенническим или не выполнить своих обязательств перед инвесторами. Безусловно, основным рынком для ребят, как ни странно, является рынок благотворительности, потому что он в 64 раза больше рынка ICO. В 64 раза. Вообще, если брать суммарные объемы рынков, для которых они снимают так называемую головную боль, то это аж 800 миллиардов долларов за 2018 год. Как же устроены эти смарт-контракты и вообще что это такое? Простым языком представьте себе, с одной стороны инвесторы, с другой стороны получатели денег. И неважно, это будет, например, какая-то команда ICO или это даже просто благотворительная организация. Ключевое недоверие сторон. Вообще, недоверие – это, наверное, ключевая проблема, головная боль в мире у подавляющего большинства людей, так и иначе занимающихся деньгами, и особенно криптовалютой в том числе. Просто если бы все участники сделок, все участники проекта всегда были бы на 100% уверены, что их не кинут, то сделки бы совершались значительно быстрее, сделок было бы значительно больше, в разы, в тысячу раз больше, чем то, что происходит сейчас. Так вот, организация указывает свою дорожную карту, в рамках которой она будет исполнять обязательства, и выпускает свой контракт. Причем делать она это может без каких-либо навыков программирования. Разберется любой. И при выпуске дорожной карты она выбирает, каким образом в рамках этого смарт-контракта ей будут переводиться средства. Например, большинством голосов инвесторов. Или она сможет выбрать, чтобы независимые оракулы W12 будут принимать решение, передавать средства или нет. Кстати, погуглите про оракулов, что это такое, довольно-таки интересно. Даже компания Microsoft заинтересовалась ими. Это не те оракулы, о которых вы подумали. Погуглите, посмотрите, все очень интересно. И далее уже она берет на себя обязательство исполнить все, что пообещала в рамках своей дорожной карты. Если на каком-то этапе компания облажалась, грубо говоря, деньги просто не переводятся ей и возвращаются обратно к вкладчикам. Примечательно, что сама платформа W12 не имеет доступа к этим деньгам. Все происходит независимо от них через смарт-контракт. А теперь давайте сравним, что случилось бы с нашими деньгами без использования W12 и с использованием W12. Если бы вы просто выбрали 10 компаний для инвестирования и все 10 провалились бы, то вы гарантированно потеряли бы все деньги. В случае с инвестированием через защищенную модель W12 вы реинвестируете средства в новые 10 проектов, сохранив большую часть средств. Во всех осево-проектах есть так называемая белая бумага. Официальный документ, объясняющий смысл проекта, бизнес-модель и все, что связано с проектом. Так вот, я настоятельно рекомендую ознакомиться с белой бумагой W12. Ничего более детального я не встречал, и у них есть подтверждающие расчеты и все формулы, демонстрирующие, что при инвестировании через их защищенную модель у вас есть возможность инвестировать до 80 раз более выгодно. Цифра просто сумасшедшая. На что бы я еще обратил внимание? Во-первых, у них уже давно готова сама платформа. Например, именно по рынку ICO уже добавлено более 100 проектов, 20 из которых уже подписали договор с ними о продаже своих токенов по этой защищенной модели. Софткэп, то есть минимальная сумма, которую необходимо собрать для успешного листинга на бирже, уже давно ими собрана. Во-вторых, я обратил внимание, что они уделяют внимание международным рынкам. У них сайт переведен аж на 26 языков. Есть более 20 телеграмм-чатов на разных языках, где тысячи людей ежедневно и активно общаются. Подумное я просто не встречал. И что самое главное в бизнесе? Конечно же, это команда, основатели. У основателей W12 огромный управленческий опыт. У них открыты профили в социальных сетях, даже в Инстаграме. И у основателя компании видно, что ему уже мало интересны дорогие машины типа Lamborghini. Они у него просто уже до этого были. И, конечно же, не могу не отметить то, что в качестве советника используется менеджмент компании Ericsson. Ну, Ericsson, я думаю, знает все. Это трубки раньше были Ericsson, а позже многие помнят уже мобильные телефоны Sony Ericsson. Они были у каждого второго. То есть это не просто ребята, которые пришли срубить денег на модной теме, просто срубить и забыть. То есть это не просто ребята, которые пришли срубить денег на нынче модной теме, а люди уже с опытом, с деньгами, с достаточно большой командой. И это заслуживает, на мой взгляд, уважения. И в-четвертых, я посмотрел их рейтинги внутри ICO каталогов различных. Везде максимально высокие оценки. Более того, они умудрились занять первое место и получить статус лучшего блокчейн-проекта на мировом блокчейн-форуме в Нью-Йорке. И стали финалистом ICO Race в Швейцарии. В общем, проект выглядит очень достойно и может просто решить проблему головной боли о вложениях или благотворительности огромного количества людей по всему миру. Потому что есть оценки экспертов. К примеру, один рынок только благотворительности может вырасти, вдумайтесь, аж в 100 раз, если перейдет на платформу блокчейн, на ту же платформу W12. Цифры просто сумасшедшие на самом деле. Ну и наконец, как я не гуглил, ну и сами можете проверить, на рынке я не нашел ничего похожего. То есть проект действительно сейчас уникальный, стартует. И самое интересное, отмечу такую важную вещь, что токены всех владельцев W12 и советников заморожены на 2 года. То есть при выходе на биржу продать их в течение двух лет они не смогут. Это говорит о том, что люди просто-напросто смотрят далеко вперед и рассчитывают не просто создать проект, заработать денег, а создать проект, заработать денег сегодня, завтра, через год, через 5 лет и так далее. То есть в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, это достаточно хороший и мудрый шаг. И тут меня очень порадовала токен экономика проекта. Обычно большинство ICO просто собирают деньги и не сильно парятся на тему того, что будет потом с их токеном и в честь чего он будет расти. То есть есть проект, он живет своей жизнью, а есть токен проекта, как акция на фондовом рынке. И она живет своей жизнью, никак не связана с успехом компании. Так вот W12, сам токен W12 топлива всего проекта. Иными словами, любая операция совершается только через покупку их токена. Например, захотели вы инвестировать в какой-то проект, вы по-любому сначала купите их токен. Чем больше проектов размещается на платформе, чем больше инвесторов, чем больше так называемого хорошего хайпа у проекта, тем выше капитализация компании. И стоимость токена растет, просто влетает в космос. Это очень круто, что настолько продумана токен-система. Поэтому, если идея проекта срезонировала с вашим мышлением, то прямо сейчас переходите по ссылке под этим видео, ознакомьтесь, огромное количество информации, все четко, прозрачно и открыто. И по этой ссылке, по уникальной, вы лично от моего проекта Artstyle получите 3 дополнительных процента, что тоже очень даже неплохо. И да, если у вас нет никаких кошельков, и вы пока просто не понимаете, что это такое, как это работает, то смело обращайтесь, есть, разумеется, русскоязычный чат, вам расскажут, помогут. И если вы хотите инвестировать, то лучше сделать это сейчас, пока проект еще находится на стадии ICO. Потому что сейчас есть возможность купить премию аккаунты и зарабатывать не только на росте токена, но и зарабатывать вместе с платформой, вместе с владельцами компании. Премию аккаунты потом продаваться не будут, их можно будет купить только через 2 года. Как говорится, кто первый встал у того и тапки. Счастливо, на связи.